Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла Летняя беременность наполнена маленькими радостями. И не только. Переносить 30-градусную жару, ожидая малыша, совсем непросто. Но это вовсе не повод лишать себя летних удовольствий. Пляж, море, озеро, любой водоем, любой источник летом беременной женщине только полезен. Потому что получение солнечных лучей в виде витамина D, да, то есть это оказывает только благотворное влияние на организм, как самой мамочке, так и на малыша. Принимать витамин D в виде солнечных ванн нужно строго по часам, до 11 часов дня и после 17.00. Пляжный отдых в самый разгар дня грозит передозировкой ультрафиолетом. К тому же иммунологи выяснили, меланин, который дарит коже красивый оттенок, отнимает защиту у организма. Беременной женщине, находясь рядом с водой, нужно пить гораздо больше, нежели она от воды отходит. Как только поднимается температура выше 25 или 26 градусов, беременная женщина не должна расставаться с водичкой и каждые 15-20 минут делать глоток. Прям вот пить по часам. Соблюдаем питьевой режим и запасаемся защитой для кожи и особенно для ее нежных участков. Лицо, шея, уши и область декольте достаточно уязвимы. На лицо обязательно нужно будет наносить средства для защиты с высоким содержанием СПФ. Почему? Потому что есть такое понимание, понятие у беременных, маска беременных, пигментация беременных. Это из-за изменения гормонального фона, который происходит. Есть такие вот не, может быть, совсем приятные женщинам пятнышки, которые темные появляются на коже. Вот дабы защитить и избежать от этого, защитить кожу, необходимо, конечно, использовать и дополнительно солнцезащитные средства с высоким содержанием, выше 40 уровня защиты СПФ. Осторожнее с песком. Он может содержать в себе вредные бактерии. И чтобы не спровоцировать воспалительный процесс, всегда берите с собой коврик или полотенце. Купальный костюм беременная мамочка может выбрать любой, какой ей только нравится. Это может быть цельный, это может быть раздельный. Это могут быть вот сейчас очень модные, да, вот эти с закрытым животиком, танкини называются, да, то есть верх отдельно, низ отдельно. Живот закрывать не обязательно. Живот нужно увлажнять, да, то есть определенными маслами. Это масло ши, это масло какао, это лидеры по регенерации, по восстановлению кожи. Плавание в водоемах рекомендуется. Специалисты по подготовке к родам только за. В воде тело становится невесомым, поясничные боли отступают, уменьшается давление на суставы. Когда женщина плавает, это ее оздоравливает и закаливает, и это гимнастика, да, то есть мамочки немножко, даже особенно если это море и волны, да, то есть это такой вот массаж, вибромассаж, да, то есть и самого животика. И плавать единственное, что я рекомендую беременным женщинам на спине, чтобы снимать нагрузку с поясницы, можно просто лечь в форме звездочки на водичку и лежать. Беременность не повод пропускать лето, ведь, как известно, лето – это маленькая жизнь. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-